О пользе грецких орехов знали еще в античные времена. Древние греки называли их пищей богов. И современными учеными грецкие орехи включены в перечень так называемых суперфудов. А суперфуды это еда, приносящая организму колоссальную пользу. И не зря, ведь в ядрах грецкого ореха сконцентрировано большое количество питательных веществ. Учитывая полезные свойства ореховых ядер, неудивительно, что диетологи советуют употреблять их в пищу каждый день. В этом видео мы расскажем о пользе грецких орехов и о том, что произойдет с вашим организмом, если вы начнете употреблять их ежедневно. Как улучшится ваше здоровье и самочувствие. А также порекомендуем, какое количество лучше их употреблять. Расскажем, в каком виде полезнее есть эти плоды, сырыми или лучше жаренными. Еще вы узнаете, как их правильно выбирать и хранить. Также скажем пару слов и о предосторожностях, которые нельзя игнорировать, учитывая, что грецкие орехи могут не только приносить пользу, но и навредить, если нарушить некоторые простые правила. Итак, польза грецких орехов в первую очередь обусловлена их замечательным составом. Наверное, ни один из видов орехов не богат минералами так, как грецкий. В нем содержатся витамины группы В, ПП, С, А, Е, а также ряд важнейших минеральных веществ. Например, таких, как натрий, цинк, железо и кобальт. Кроме всего прочего, в плоде грецкого ореха содержится много жирных ненасыщенных кислот и белка. Итак, вот что произойдет с вашим организмом, если вы станете есть грецкие орехи каждый день. Первое. У вас снизится уровень плохого холестерина. Употребление грецких орехов – это отличная профилактика атеросклероза сосудов. Высокое содержание жирных полиненасыщенных кислот очищает сосуды от холестериновых отложений. Исследование, опубликованное в 2018 году в американском журнале клинического питания, обнаружило, что диета, богатая этим орехом, может помочь значительно снизить уровень вредного холестерина и триглицеридов. А если снизится количество плохого холестерина в крови, то уменьшается и вероятность возникновения атеросклероза, который входит в первую четверку основных причин смертности людей во всем мире. Второе. Ваш мозг станет работать эффективнее. Эти орехи внешне напоминают головной мозг. И в древности считалось, что поедая ценный плод, человек становится умнее. А современная наука это доказала. Альфа-линоленовая кислота, входящая в состав продукта, принимает активное участие в метаболизме и работе головного мозга. Она улучшает когнитивные способности, скорость реакции, память и мышление. Третье. У вас нормализуется стул. Грецкие орехи рекомендуют людям, страдающим нерегулярным стулом и запорами. Жирные, богатые клетчаткой плоды, мягко стимулируют работу кишечника и очищают его от шлаков. Четвертое. Ваша сердечно-сосудистая система станет здоровее. Грецкие орехи содержат большое количество омега-3 незаменимых жирных кислот, которые улучшают здоровье сердца и понижают уровень кровяного давления. Были проведены исследования, которые показали, что грецкие орехи могут снизить кровяное давление у людей с гипертонией и тех, кто находится в состоянии стресса. Также итальянскими учеными было обнаружено, что средиземноморская диета, в которую входят орехи, значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пятое. Вы избавитесь от лишнего жира. Сытный продукт надолго избавляет от чувства голода. При его употреблении уровень глюкозы увеличивается медленно и столь же медленно снижается. Вы избавитесь от приступов голода и потребностей в перекусах. Сможете контролировать свое пищевое поведение, благодаря чему заметите уменьшение показателей на весах. Шестое. Вы застрахуете себя от некоторых видов рака. Исследования на животных показывают, что грецкие орехи могут помочь в борьбе с раком простаты и молочной железы. Было доказано, что они снижали риск рака простаты на 30-40%. Другое исследование показало, что эквивалент двух горстей грецких орехов в день снижает риск рака молочной железы на 50%. Противовоспалительное действие уролитинов также может помочь защитить от других видов рака. Седьмое. Вы замедлите старение своего организма. Грецкие орехи – это пища, которая может замедлить старение, потому что они полны витамина В, который хорош для снятия стресса. Повышенный уровень стресса может привести к раннему появлению морщин, тем самым вызывая более быстрое старение. Присутствие в большом количестве витаминов группы В вместе с витамином Е природным антиоксидантом. Помогает бороться со свободными радикалами, вызванными стрессом. А это задерживает процесс старения. Итак, с пользой этого чудо-продукта разобрались. А какие орехи лучше купить – в скорлупе или без? Специалисты крайне не рекомендуют приобретать очищенные орехи без скорлупы. Под красивыми на вид ядрами могут скрываться прошлогодние, заплесневелые, но промытые водой орехи. А простой водой грибок не уничтожить. Находясь же в скорлупе, плоды защищены от бактерий и микроорганизмов. Когда же ядра лежат на прилавке день за днем, они обсеменяются патогенной микрофлорой, по ним ползают насекомые и т.д. А также из-за контакта с воздухом полезные жиры в орехах окисляются и превращаются в вредные. Последствия этого процесса легко определить по горьковатому привкусу продукта. Свежие орехи только что с дерева никогда не горчат. Как же выбрать грецкие орехи в скорлупе? Лучше покупать эти плоды осенью. Это повышает шанс, что урожай свежий. Отличить прошлогодние орехи можно по темной скорлупе или темным пятнам на ней, а также по меньшему весу, так как по мере хранения орехи высыхают. Как правильно хранить эти плоды? Перед тем, как складывать орехи на хранение, их нужно просушить на чердаке или балконе. Портятся орехи именно от влаги. В скорлупе они хранятся долго, до 6 месяцев. Но это если хранить их в холоде. Шкафчик на теклой кухне для этого не подойдет. При неправильном хранении грецкие орехи утрачивают большую часть полезных веществ. Жиры окисляются, а витамины разрушаются. Поэтому если имеется прохладный, но сухой погреб, можно хранить орехи и полгода при температуре от минус 5 до плюс 10 градусов. Или если есть место, то можно и в холодильнике. Оптимальный срок, в течение которого нужно съесть орехи в скорлупе, до 6 месяцев. По истечении этого срока жиры теряют пользу и прогоркают, придавая ореху неприятный привкус и запах. Скажем пару слов и о возможном вреде грецких орехов. В первую очередь назовем некоторые противопоказания. От употребления этих плодов должны отказаться люди, страдающие аллергии. Также употреблять орех с осторожностью и снизить суточную норму следует при повышенной свертываемости крови и тромбозах, при болезнях кишечника, а именно колит, болезнь крона, синдром раздраженного кишечника, а также при псориазе, экземе и нейродермите. Для всех же большую опасность представляют испорченные, потемневшие и старые грецкие орехи. Кроме окисления они подвержены поражению специфическим видам плесени. Особенность микроскопических грибов состоит в том, что они разрушают печень и даже могут стимулировать рост раковых клеток. Плесень не теряет своих токсичных и канцерогенных свойств даже при нагревании. И что касается нагревания, то важно сообщить, что грецкие орехи в жареном виде употреблять крайне нежелательно, несмотря на их более приятный вкус. После жарки этот продукт приносит не пользу, а вред нашему организму. Дело в том, что при нагревании полезные жирные кислоты из орехов превращаются в канцерогены, то есть вещества, вызывающие рак. Таким образом, если вы хотите получить пользу от ядер грецких орехов, то ешьте их только в сыром виде. А максимально полезными для организма человека они являются в первые месяцы после созревания, то есть осенью. Ну а что касается нормы употребления этого продукта, то если вы решите есть грецкие орехи каждый день, как рекомендуем мы, то оптимальное число будет составлять 3 плода в день. Если же вы их употребляете редко, то можно съесть за сутки и до 10 орехов. Но врачи крайне не рекомендуют превышать эту суточную норму, так как полезные свойства в таком случае могут дать прямо противоположный эффект. Ну что же, а на этом у нас все. Если вы впредь желаете знакомиться с подобными видео, которые помогут вам сохранить и укрепить здоровье, подписывайтесь на наш канал.